Здравствуйте! В эфире телеканала Обнинск ТВ программа «Маяк. Итоги недели» и ее ведущий Дмитрий Глухов. Расскажем о новостях Малоярославецкого района. Сегодня в выпуске. Снова о милосердии. На планерке обсудили, как помочь некоммерческому центру. Считали муниципальные деньги. На очередном заседании районного собрания принимали бюджет района. Куда пойти с ребенком в Малоярославце? Обсудили благоустройство детских площадок с главой администрации города. Что считать подвигом? В городе воинской славы прошла секция форума «Женский подвиг в истории России». На еженедельной планерке в администрации Малоярославецкого района, состоявшейся в понедельник, особое внимание было уделено теме мошенничества. Жертвами преступников в основном становятся пожилые люди. Глава исполнительной власти обратился к представителям местных СМИ с просьбой активнее доводить информацию о способах, которыми пользуются нечистые на руку люди, до населения. Сами сотрудники МВД, уведомил Владислав Самохин, проводят профилактические мероприятия, работают с населением, раздают памятки. Но, видимо, этого недостаточно. Подготовка наружного противопожарного оборудования медленно, но движется, о чем сообщил на планерке Дмитрий Мальков. Также за прошедшую неделю поступила информация о том, что в деревне Подресово, сельское поселение Калантай, восстановлено наружное противопожарное водоснабжение. Установили они гидранты. Сейчас на этой неделе будем поедем проверять. Сотрудниками МЧС совместно с представителями комиссии по делам несовершеннолетних был проведен рейд по проверке жилья социально незащищенных граждан. Рейд продолжится и будет включать в себя, предполагает начальник пожарного надзора, установку автоматических пожарных извещателей. Не забыли и некоммерческий центр милосердия. В начале следующего месяца ему должны выделить дополнительные средства. Помогут и с восстановлением паспортов, военных билетов и иных необходимых документов посетителям центра. Где-то их показать надо будет. Может быть отдельное совещание, выездное, какую-то комиссию терапевта, чтобы выехал, посмотрел этих людей. Не дай бог, конечно, но вдруг они какие-то разночные болезни, надо их или в туберкулез образом, или еще куда-то поместить. Представителей центральной районной больницы глава исполнительной власти попросил заняться бездомным, который содержит дочь инвалида и не получает на нее пособия. К заведующему отделом сельского хозяйства Валерию Богданову обратились за советом, как быть с лисами, которых заметили в деревне Воробьева. Применение оружия на территории населенного фунта запрещено. И здесь те, кто отлавливают животных, они с дикими не связываются. Только через охотников. Как в таком случае действовать, в какой отдел администрации района обращаться, памятку по этим вопросам глава администрации поручил подготовить заведующему сельским хозяйством. Говорили и о переселении из аварийного жилья. У нас 6 аварийных домов, которые подлежат переселению до 1 декабря 2017 года. Это Захарова, Лечино, город Маврославец. У нас все 100% вошли в эту перечень? Нет, у нас остается еще 4 дома, которые не попали. Вот-вот с мертвой точки сдвинется строительство детского сада в микрорайоне Маклина, если удастся сгладить все юридические неровности. Инвестор не хочет указывать стоимость в соглашении, рассчитанную, исходя из нормативных цен на строительство. А потом вот мы будем просто кучу доп. соглашений делать, думать, как вылезти из этой ситуации. Потом у правоохранительных органов к нам будут вопросы, скажут, а нахрена они это сделали. И потом вот будем ломать, как по закону, не по закону сделать. Если это позволит, там есть проектная документация. У Грабова все это пройдет экспертизу, именно смертная стоимость этой школы. Спортивными успехами малаярославецких шахматистов на областных соревнованиях обрадовал присутствующих Денис Овсянников. У нас выиграли только в обменской колумбе. То есть это за 7 лет мы первый раз вышли в тройку, в призы. Шахматы у нас всегда как-то не очень хорошо культивировались. Под конец совещания поговорили и о самой животрепещущей теме, подготовке к Новому году и о необходимости сделать город более красивым. Вот в следующем году, Надежда Владимировна, надо вот здесь в центре поставить елку районную, огромную, большую, 12-метровую купить, потратить этот миллион, в бюджете заложить и купить. Вот в городе будет одна стоять, а у нас здесь будет другая стоять. Но одной елки мало, малаярославца. Ранее исполняющий обязанности главы администрации озвучивал, что к 1 декабря все муниципальные здания должны быть оформлены к новогодним праздникам. В среду, 28 ноября, прошло очередное заседание районного собрания. Вопросы основной повестки дня были приняты единогласно. Но некоторые из дополнительных, которые выносятся на обсуждение не в первый раз, вызвали разногласия у народных избранников. Одним из наиболее важных пунктов стало принятие проекта решения о бюджете малоярославецкого района на 2019 год. И на плановый период двух последующих лет. Таким образом, в 2019 году общий объем доходов бюджета муниципального района составит 1 млрд 686 млн рублей. Общий объем расходов 1 млрд 718 млн рублей. Дефицит бюджета 31 млн. Безвозмездные поступления из федерального и областного бюджетов в предстоящем году составят более 1 млрд рублей. Из бюджетов сельских поселений чуть больше 4 млн рублей. В обозначенные годы район будет участвовать в реализации двух федеральных проектов. Финансовая поддержка семей при рождении детей и успех каждого ребенка. Бюджет муниципального района сохранит социальную направленность. В 2019 году на финансирование расходов социального характера будет направлено 1 млрд 326 млн рублей. Или 77% от общего объема расходов бюджета муниципального района. На собрании обсуждались необходимость передачи старых теплосетей в поселке Санаторий Воробьево в собственность муниципального района и передачи в безвозмездное использование Русской Православной Церкви земельного участка в деревне Сляднево, где планируется реставрация здания старого храма. Оба проекта депутатами были поддержаны. Не нашлось возражений и в вопросе о безвозмездной передаче муниципального имущества района, а конкретно автомобиля, в собственность муниципального образования сельского поселения деревня Прутки. Вячеслав Парфенов пояснил, глава сельского поселения остро нуждается в средстве передвижения, поскольку иного способа добраться из одного населенного пункта в другой нет. Вновь наиболее полемичным оказался вопрос о районной газете «Маяк». Несмотря на то, что главный редактор Вера Рытова еще в прошлом месяце объяснила, почему необходимо перейти с двух выпусков газеты в неделю на один, не все были готовы признать ее правоту. Причины, которые побудили выйти с таким предложением, это не только тенденция времени, о которой мы говорили, но и также финансовый вопрос, чтобы остаться в рамках того субсидирования, которое нам полагается, нам необходимо сделать вот эти шаги. С момента первого вынесения на обсуждение количество против заметно возросло. В этот раз уже двое, трое воздержались. Позиции, которые озвучивали депутаты, не изменились. Свою позицию не меняю по этому поводу. Считаю, что ценность районной газеты в оперативности, мы уменьшаем оперативность в два раза в результате этого. Читают газету в основном у нас в печатном варианте пенсионеры. Да, согласен. И, соответственно, пенсионеры тоже лишаются возможности информирования в два раза. Решение преждевременно, подчеркнул Петр Бобылев, а скажется сокращение выпусков на взаимодействии избранников народа с избирателем. При этом слова главного редактора о нехватке средств для продолжения двухразового издания противники не воспринимают. Тем не менее, большинство голосов оказалось за то, чтобы газета выходила один раз в семь дней. Случится это только летом 2019-го. В ближайшие полгода «Маяк» продолжит выходить с прежней периодичностью. Еще в октябре частные магазинчики вдоль федеральной трассы по улице Московской в Малой Рославце начали сносить и строить по соседству торговый комплекс. Некоторые горожане оказались обеспокоены ситуацией и заговорили о притеснении малого бизнеса. Наша съемочная группа разбиралась в ситуации. Достаточно быстро выяснилось, демонтаж зданий проводят сами владельцы, которые брали землю вдоль дороги в аренду. Скооперировавшись, предприниматели объединились под одной крышей, общими усилиями осуществив строительство. После продолжительных правовых споров и встреч представителей исполнительной власти города с предпринимателями вопрос разрешился, и магазины сдвинулись. Осталась лишь одна небольшая торговая точка. Все эти нестанционарные торговые павильоны стояли на коллекторе. У нас коллектор в городе, он берет от центра, от рынка идет, и потихоньку, так по карте, при левом местности, уходит туда на очистные сооружения. Тот продуктовый, который до сих пор стоит на прежнем месте, уцелел по одной причине. Владелец участок под зданием выкупил. Но как получилось, что территория над городским коллектором оказалась в частной собственности? Процедурно так сложилось. Да, сегодня я по этому поводу лишь поднял руки. Вот процедурно есть решение, да, по этому поводу. Оно устояло о том, что земля перешла в собственность, он не нашел, как бы, компромисс со своими коллегами, которые переехали. И здесь иногда вот такие правовые, ранее принятые решения, да, они ложатся в основу. Пока что для восстановления статус-кво ничего не предпринимается. На повестке дня есть более важные вопросы. Но к проблеме выстроенного на коллекторе магазина глава администрации еще обязательно вернется. Это сегодня проблема и администрации, в том числе, с предоставлением, я немножко забегаю вперед, или альтернативного места, да, или выкупа и так далее. Это все ложится на бюджет, но так быть не должно. По словам Руслана Саидова, одну проблему на этом фронте он решил. Торговые точки подвинуты, пространство облагораживается. Построенное на городском коллекторе здание может и подождать. Сроков, даже примерных, когда магазином займутся вновь, городской управляющий не назвал. Как обстоят дела в Малой Рославце с благоустройством территорий? Где можно было бы провести время с детьми? Задаются вопросом горожане. Об этом в следующем сюжете. Строго говоря, единственная общественная детская площадка, более или менее современная, расположена возле экспозиции военной техники, неподалеку от центра внешкольной работы. Впрочем, некоторые из запрошенных малой рославчан оценивают ее нынешнее состояние не очень высоко. Ну, как-то песочницу надо было бы сделать уже не в деревянной, наверное, как-то более современить. Да и грязно. Почему бы не почистить дворником здесь? Действительно, участок пора основательно прибрать. Малые элементы давно нуждаются в реставрации. Нет покрытия и дорожек, как и освещение. Точнее, один фонарь есть, но его плафон скрыт в ветвях дерева. Для кого он светит и что освещает? Вопрос философский. Местные утверждают, площадка в таком состоянии находится уже много лет. Не убранная, некрасивая. Можно было вновить. Ну, по мне бы я какие-нибудь сооружения такие более-менее поставил. И покрасил радужно, чтобы это было красиво, приятно на глаз. Чтобы детей можно было уверенно выпустить в эту площадку. И не переживать за их здоровье. Освещение, да, в первую очередь, конечно, освещение. Ситуацию прокомментировал глава администрации Малоярославца Руслан Саидов. Раньше 2020 года никаких изменений на этом участке не предвидится. В этом году средства были направлены на благоустройство привокзальной площади, которое продолжат и в следующем году. Готова смета и на проведение в 2019 году работ по облагораживанию пространства возле памятника Василию Петрову. И только после этого наступит черед зоны отдыха за центром внешкольной работы. Там тоже три этапа. Это у нас историческая часть, спортивная часть и детская площадка. Мы планируем при наличии средств, а в этом нам помогает напрямую непосредственно область, мы реализуем эти проекты за областные деньги, соответственно, с софинансированием. Стоимость, по предварительным оценкам, составит около 20 миллионов рублей. В ближайшее время планируется обновить уличное освещение в городе, установить около 3000 энергосберегающих светильников. Возможно, в рамках этого мероприятия светлее станет и на детской площадке. О том, сколько по времени займет ее переоборудование в 2020-м, год или два, Руслан Саидов пока точно сказать не может. 29 ноября в Духовно-празветительском центре «София» прошло заседание секции «Милосердие в каждый дом» форума «Женский подвиг в истории России», посвященного столетию Союза православных женщин. В рамках форума встречаются женщины из разных регионов России. Здесь у них есть возможность обменяться опытом, выслушать проблемы других, рассказать о своих, попытаться отыскать решения. Начинать, опять же, необходимость детей, потому что вырастая в этой атмосфере, вырастая в этих понятиях, в этих пониманиях, они вырастают ответственными гражданами, они с большей ответственностью и пониманием относятся к тому, что дети – это не игрушка, дети – это не проекты. Необходимо воспитывать человека. Тема правильного воспитания, попытка донести до современного обывателя ценность патриархальной семьи, в том числе и об этом говорят спикеры форума. Целенаправленная работа для привлечения невоцерковленных людей к участию не ведется, но, как часто оказывается, люди увлекаются опосредованно. В чем же, по мнению организаторов, заключается подвиг женщины сегодня? Нет, это обычное ее служение своей семье, своему маленькому, может, поселку, селу, окружающим ее людям. Это та доброта, которую она несет. То есть это тихий, постоянный подвиг. Это не тот, который записывается в истории и потом отражается в фильмах или в книгах. Выступая перед слушателями секции, игумения Николая уделила внимание и тому подвигу, который совершает монахиня, и той семье, забота о которой находится под ее ответственностью. На днях, во время празднования Дня Матери, наши дети в своем концерте, в своих песнях напомнили нам, что монахиня мать всему миру и через свое жертвенное служение осуществляет свой подвиг в молитве и послушании. Многие из тех, кто присутствовал на секции, отмечали роль приюта при монастыре в воспитании девочек. Немногие из них потом уйдут в монашество, но моральный стержень, который у них формируется за годы, пребывание в приюте, потом помогает создать, считают участники секции, крепкую и правильную семью. На этом я с вами прощаюсь, но ненадолго. Впереди много новых интересных событий, о которых расскажем в итоговом выпуске программы «Маяк». Следующий эфир, как и всегда, в пятницу. Всего доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин